Горе в семье. Арбакайте скорбит по любимому. Певица простилась тем, кто носил ее на руках. Продюсер Олег Непомнящий был для Арбакайте членом семьи. 31 августа звезды эстрады проводили последний путь Олега Непомнящего, легендарного продюсера и концертного администратора. Напомним, что он скончался в Израиле на 78 году жизни. Непомнящий работал с Аллой Бугачевой, Филиппом Киркоровым, Софией Ротару и многими другими. Сегодня простились с Олегом Наумевичем Непомнящим. Невозможно себе представить, что его нет. Всю мою сознательную жизнь он рядом. Даже если в последние годы мы реже виделись, я знал, что он думает обо мне и чувствовал его любовь. Теперь остались одни воспоминания о неунивающем, талантливом, честном и веселом науночи. Как же мы интересно жили. Покойся с миром. Мы не забудем тебя никогда. Написала на своей странице же Инстаграм певица и актриса Кристина Арбакайте. Будущее Примадонна в ту пору, обвешанная пеленками, сидела дома с грудным ребенком. Ну, буду я петь, а кто за дочкой присмотрит? Ты что ли? В сердцах сказала Непомнящему. Алла и в ответ услышала. Да, хоть бы я. Позже Непомнящий в своих мемуарах написал, как маленькая Кристина все время плакала, рвалась из его рук и отказывалась брать пустышку. Терепелье на войдио кричала из-за рояля Алла. Разве не видишь, она описывала, рассказывал Олег Наумович. А у меня уже руки дрожали. Памперсов тогда еще не было. Со стиркой и сушкой пеленок нам приходилось суга. Но ничего, вы стояли. Вон какая красавица выросла. Когда Арбакайте выросла, он помог ей с концертами. Как-то сделал ей комплимент. Кристина, ты так похудела, у тебя ноги стали еще красивее. А она в ответ. Олег Наумович, что вы мстите? Ну, посмотрите на мои бедра. Они же литовские.